С 2017 года вступил в силу закон о декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов, а в июле была принята его новая редакция. Увеличен срок, за который налоговая служба может требовать подтверждения доходов, до 10 лет, при этом на подтверждение доходов дается 30 дней. Кроме этого, если налоговому органу станет известно, что расходы гражданина превышают его доходы, он настоит на подтверждение источников доходов. Также налоговая может истребовать декларацию по запросу правоохранительных органов. Необходимо напомнить, что гражданин, получая доходы из нескольких источников, должен сам подавать декларацию. Нужно отчитаться и за ряд других доходов. За 2016 год подлежат налогообложению такие доходы, как доходы от продажи мены более одного легкового автомобиля. Также доходы от продажи автомобиля, масса которого превышает 3500 килограмм, или число сидячих мест которого превышает более 8. Также это доходы от продажи нежилых помещений. Также доходы в результате дарения от физических лиц, превышающие пределы 4947 белорусских рублей. Декларацию нужно подать тем, кто в течение пяти лет продал вторую квартиру, а также второй гараж, более одного земельного участка, жилого дома, садового домика или дачи. Также отчитаться нужно о доходах, полученных за или из-за границы. О выигрышах посредством интернета, доходах в виде возврата поевых взносов. Если сумма доходов превышает 4947 рублей от сдачи в наем помещении, то тоже необходимо подать декларацию. За более подробной информацией можно обратиться по адресу город Пинск, улица Пушкина, 5, кабинет 55, либо же телефон 654891 с 8.00 до 17.00 и обед с 13.00 до 2. Продолжение следует...